Время обзора! Ну или как-то так. Я крайне редко показываю ретекстуры по своим личным причинам, но мимо вот этих уникальных масок, драконьих жрецов, я пройти не мог. Автор пересмотрел, скажем так, общую идею этих масок, сделав каждую из них по-настоящему уникальной и особенной. Давайте посмотрим на них. Вот так вот выглядит Вокун. Это больше напоминает противогаз какой-то, отдает каким-то сталкерам. Вольсунг и Ракот между собой перекликаются. Это птичьи мотивы. Вот так выглядит Вольсунг, вот так выглядит Ракот. Эффекты, разумеется, остались на своих местах. Деревянная маска все так же напоминает дерево, правда теперь на этот деревянный кусок, скажем так, налепили какую-то отдельную позолоченную пластину с узором. Я не знаю, что я даже как это описать. Вы сами видите на своих экранах. Канарик и Кроссис выглядят между собой схожи. Там такие же ужасные, скажем так, маски. Отсутствие кожи, отсутствие глаз, большие зубы. Стоит, правда, заметить, что, несмотря ни на что, остались непонятно, правда, это недоработка или так и задумано. Остались элементы на самом верху каждой маски. Вот эти специфические элементы, которые были характерны всем маскам. Вот они остались на своих местах. Символы, скажем так, драконьих жрецов. Просто где-то это выглядит очень явно, где-то это выглядит менее явно, скажем так. Тут вообще отсутствие. Теперь моей любимой маской стала маска Канарик. Она выглядит более мрачно, более зловеще и более интересно. Очень разный стиль, очень непохожие маски друг на другом, но теперь они запоминающиеся чисто внешне, что, в общем-то, не может не радовать. Вот такие вот уникальные маски драконьих жрецов. Есть такое понятие в Скайриме, как физика. Физика в Скайриме местами странная, поэтому можно часто в домах встретить, как задетая вами утварь разлетается по всему дому, периодически может нанести вам какой-либо ущерб, да и, в принципе, часто просто падает с полок, со столов. С помощью плагина «Хаос и порядок» можно превратить «Хаос дома» в идеальную чистоту. Для этого понадобится два заклинания, приобрести их можно у Фаренгара в «Драконьей пределе». Каждое заклинание стоит 1226 монет. Вы выучите это заклинание и кастуете для начала «Хаос». Происходит взрыв вот такой вот предметов, они разлетаются во все стороны, вылетают со стола, соответственно, и падают где бы то ни было. С помощью заклинания «Порядок» можно вернуть все на место. Разумеется, вам потребуется несколько раз воспользоваться этим заклинанием, но, тем не менее, все станет на свои места и окажется идеальной чистота, идеальный порядок, красиво и как положено, уютно. Но можно также воспользоваться криком «Фус Рода», который раскидает все предметы в сторону. Выглядит это вот так вот. Все предметы улетели черти куда, и, например, у вас дома творится точно такой же «Хаос», поэтому вы просто кастуете заклинание «Порядка», и предметы медленно, но уверенно возвращаются на свои места. В итоге окажется так, что все предметы, которые у вас разлетелись, раскидались, попадали, они вернутся на свое место, на оригинальное родное место, где и стояли до этого. То есть, в нашем случае, на стол. Только будьте внимательны, проверяйте, все ли предметы вы активировали, все ли предметы попали обратно на стол. Возможно, что-то могло куда-то улететь. Крайне простое, и, на мой взгляд, удобное заклинание, поскольку меня, например, дико раздражает, когда какие-то предметы падают со своих полок, со стола, и с помощью этого заклинания можно без проблем вернуть все на место. На мой взгляд, это довольно неудобно. Невалеко от Вайтрана, буквально в паре шагов от него, появилось вот такое вот поселение. Это палатка, костер, и, в общем, суть в том, что это два компаньона охотника на грязи крабов. Это два хаджита, в плане диалоговой части. Они никак не отличаются от остальных компаньонов, то есть тут стандартный пакет. Но нет, а главное, на самом деле, подкупил меня вот этот вот шлем, он очень симпатичный, и сделан из грязи краба. Их два, соответственно, у каждого своя расцветка. И, не знаю, они как-то зацепили, наверное, эти шлемы. Плюс здесь рядом в округе есть всяческие грязи крабы, которые запиханы в вкатлы. И к тому же, недалеко ходят несколько грязи крабов. Вообще, такое небольшое, маленькое, мини-атмосферное место, в том плане, что если компаньоны являются охотниками на грязи крабов, то как раз везде и показаны эти самые грязи крабы, везде присутствуют они, и все сделано в этом стиле. Довольно симпатично и, на мой взгляд, неплохо. Вот такие вот два компаньона, можете их взять с собой, это Марио и Джейл. Странно, что второго не зовут Луи. Два обычных, стандартных компаньона, но у которых есть вот такие вот уникальные шлемы из грязи краба. Они так оригинально смотрятся, на самом деле, в этих шлемах, если честно. Красота. И еще, кстати, периодически они ходят по этому костру, так что еще не видимо огнеупорные, скорее всего. Недалеко от Вайтрана появился вот такой вот дом, это Элизиум Эстейт, соответственно, поместье Элизиум. Плагин подразумевается автором, как альтернатива дому теплых ветров, который находится в Вайтране. Снаружи дома есть загон для животных, огород, стойло для непосредственно вашей лошади, также есть на заднем гоноре имеется небольшая беседка, а также горячий источник, где вы можете вечерами отдыхать и любоваться природой. Этот дом вызывает у меня море восхищения. Если снаружи все кажется довольно скучным и неинтересным, то внутри просто восхитительно. Итак, это прихожая, она же кухня, она же, я, честно говоря, затруднее ответить что, потому что здесь есть, как видите, с одной стороны кухня, то есть верстак, в данном случае котелок, также всякие предметы быта, утвы, посуда, а с другой стороны, помимо стола обеденного, присутствует вот такой вот фонтан и еще уголок, где вдали мелькает лампочка и стоят сейфы, два сейфа железных. Помимо этого в доме все утопает в зелени, ее очень много, вы это заметите, тут ее просто безумное количество. Первым же недоумением, наверное, помещение расположения с этих вот вывесок, я, честно говоря, не знаю, что они здесь делают, но это мелочи на фоне всего остального, потому что все остальное здесь прекрасно. Итак, это у нас мастерская, здесь можно воспользоваться, вы понимаете, всяческими верстаками, скрафтить что-то, заметьте, здесь, помимо вот этих вот стандартных предметов для крафта, есть вот такая вот книга, есть постер, плакат, не знаю, как это назвать, также здесь есть, как видите, с другой стороны, манекен, несколько стендов для оружия, предметы, которые, предметы оружия, здесь очень все детально, очень красиво, очень необычный подход автора вообще к работе, вот, кстати говоря, еще одни плакаты висят, довольно симпатичные, с оружием и со стрелами, и вот так вот выглядит второй этаж, и это даже не спальня, это затрудняет видеть что, на самом деле, поскольку здесь есть пентаграмма душ, стол для зачарования, различные книжные полки, и тут опять же все утопает в зелени, я снова здесь вижу обилие всяческих святилищ, но, знаете, я готов их простить, потому что сам дом необычайно красив, и мне он очень сильно нравится, да, я не люблю, когда люди размещают в домах такое огромное количество святилищ, но, сейчас я готов закрыть на это глаза, вот, абсолютно серьезно, здесь очень уютно и тепло, я бы так сказал, также на втором этаже располагается вот такая вот ванная комната, причем тоже, опять же, довольно необычная, и здесь также очень много зелени, что немаловажно, а с другой стороны располагается наша с вами спальня, здесь можно поспать, и рядом с ней есть сокровищница, это крайне необычный, наверное, подход к размещению предметов, итак, это сокровищница, здесь есть какие-то посохи, сундуки, хранилища, работает это следующим образом, вы просто активируете рычаг, и подымается решетка, внутри вас ждет несколько сундуков, где вы можете хранить свои деньги, драгоценности, и какие-либо сокровища, на самом деле выглядит все очень необычно, и довольно оригинально, здесь есть на заднем как бы фоне, скажем так, оружие, причем тут даже сияние рассвета размещено, очень, все это очень необычно, стандартно смотрится, и особенно вот этот вот подход к решетке, вот это меня вообще порадовало подвал здесь под стать первому и второму этажу, здесь также сделано все в том же стиле, подвал утопает в зелени, манекены расположены квадратами, здесь 16 штук, также здесь есть щиты, витрины, стенды для оружия, помимо этого в самом конце вас ждет место для подкольца, если я ничего не путаю, и статую для драконьих масок, но и это еще не все, на самом деле здесь есть вот такая вот небольшая комнатка, там располагаются кровати для ваших спутников, то есть если у вас их несколько, вы можете их разместить здесь, и они будут жить тут, здесь скажем так, все оборудовано, ну пусть будет под спутником, поскольку здесь есть и кровати, и различные плакаты, точнее картины, в данном случае, и различные орудия, здесь есть все, и это так же красиво смотрится, очень кропотливая детальная работа была у автора, я опять же мысленно ему аплодирую, у этого мода, на мой взгляд, просто 10 из 10, по моей личной шкале, честно говоря, рекомендую всем поставить, рекомендую соответственно попробовать этот мод, скажу, что он, хоть он и бесплатный, пока что без квеста, вам нужно будет потрудиться, чтобы найти ключ от данного поместья, поскольку само поместье по умолчанию заперто на ключ, поэтому прочитайте записку на двери, и там будет сказано, где же найти ключ. Крайне необычный облик для Skyrim, вы не находите? Это из плагина Ashara Princess of the Woods, это такое дополнение, которое добавляет одежду для тела УНП для женских персонажей. Я осознаю, что 8 марта прошло, и пора бы уже показывать что-то для женских, так и для мужских персонажей, но ничего достойного для мужских я не могу найти, но вот довольно неплохой мод попался как раз выбрать огромное количество предметов разных расцветок для своего персонажа. Например, здесь есть, как видите, здесь есть броня, капюшон, отдельно лиф, меховая опушка, то есть такие меховые элементы на руки. То же самое могут быть на ноги, есть юбка, воротник, есть, здесь есть отдельно ножны, парик, то есть давайте я вам сейчас что-нибудь покажу, например, оденем с вами красный, появится в бок, сейчас я оденусь, надену все красное, например, чтобы быть полностью в красном, например, чуму нет. Так, наденем красные штаны, наденем красные чулки, красный, бордовый или коричневый цвета, черный, они идеально, мне кажется, вписываются в Skyrim, хотя с другой стороны можно бегать полностью в белом, будто и в районе Винтерхолда, скажем, но, тем не менее. И давайте юбку, юбку, меховой воротник, меховой воротник будет черным, меховая юбка будет на бедрах черная, а пушка у нас на руках будет тоже черная, такая вот кастомизация небольшая, и будет красный кинжал сбоку. Также мы наденем с вами красную броню. Вот так вот может выглядеть ваш персонаж, как видите. Да, тут правда, кстати говоря, перекрывается меховая юбка и часть брони, но, тем не менее. Я думаю, это не стоит принципиально, вы же уловили суть, я так полагаю. Вот такой вот необычный мод, вы можете настроить своего персонажа, добавить каких-то своих уникальных предметов, что-то свое, и внести разнообразие. Можно комбинировать с другими модификациями отдельная ссылка с этими модификациями находится в самом описании у этого мода. Иными словами, открывайте страницу этого мода, там как раз есть рекомендуемые плагины, которые можно использовать с этим модом. У меня на этом все, большое спасибо, что смотрели, с вами был Кавьян, вы можете, не знаю, оставить комментарий, подписаться и прислать мне видео на обзор. Видео на обзор. Который раз не совершает ваш скорой встречи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok